Нейрохирурги стали в буквальном смысле проводниками тока в человеческое тело. У нас работает единственное в России специальное отделение, где лечат электричеством. Оно эффективно в борьбе с заболеваниями нервной системы и не только. Давайте посмотрим, как это работает. Это полость, заполненная жидкостью на месте удаленной части мозга. Чтобы спасти дочь, они приехали из Башкирии. Сложная операция позади, но мать просит не показывать лица девушки. От эпилепсии дочь мучилась с детства. В последнее время приступы участились. Какие-то секунды замирала, надешала, просто стояла, потом проходила вот это. И засыпала она. На этот раз участок мозга, провоцирующий приступ, и врачи ликвидировали хирургически. Но эпилепсию лечат и при помощи слабых электрических волн. Когда есть ситуация, что резекционная операция не показана, не поможет, мы видим, что есть двухсторонние поражения. Можно провести нейростимуляцию, чтобы уменьшить количество приступов и улучшить качество жизни пациента. Где вы чувствуете парастезию в грудной клетке? Током пробивает вот эту вот часть. А Константина Петрова нейростимулятор спас от инфаркта. За четыре года их было уже шесть. Прибор, подающий импульсы, врачи установили мужчине под кожу живота. С тех пор у меня, как прибор поставили, инфарктов нет. В больницах я вот уже сейчас, полтора года, я уже вообще даже к врачам не хожу. Еще где-то ту же точку надо поискать. Так хирурги прозванивают нерв, отвечающий за движение кисти руки. Иногда он сдавлен из-за травмы или нагрузки, например, у компьютерщиков, педагогов или швей. Сначала болят пальцы, потом они теряют чувствительность и не сгибаются. Раньше требовалась операция с хорошим разрезом. Теперь врачи восстановят кисть через два небольших прокола в запястье. Не останется даже шрамов. Мы имеем возможность разрезать связку и освободить нерв. Это очень кратковременная операция, полностью под контролем глаза. Эндоскопическая техника дублирует изображение на мониторе, но в паре с хирургом работает нейрофизиолог. Он с помощью электрических импульсов проверяет нервную проводимость до и после вмешательства. На первый взгляд ответ увеличился в несколько раз. То есть мы видим улучшение проведения.